всем привет ребята вы на канале sober vision сегодня у нас будет нестандартный выпуск и он сам собой напрашивался что же этому поспособствовало постепенно количество колоний на канале росло и начиная от начальной колонии жнецов мы уже имеем 8 разных колоний и это не предел скоро появится еще один очень интересный вид для которого готов тоже очень красивый формикарий но об этом в очередных видео кроме муравьев у нас есть жгутиконогий паук фрин ну и про квадрокоптер я тоже не забываю хотя сейчас времени летать почти не остается все это разнообразие не позволяет вам получать своевременные новости о ваших любимчиках поэтому столько много вопросов в комментариях касающихся различных колоний например как дела у ароматных что там с винаторами где видео о флаусах ну и так далее да и мне хочется освещать все основные новости по муравьям хотя бы раз в месяц но физически делать столько видео просто не получается так вот давайте убьем всех зайцев сразу и создадим новую рубрику которую я постараюсь выпускать в последние выходные каждого месяца надеюсь это будет получаться и в ней я буду рассказывать все новости о всех колониях я думаю это будет интересно давайте уже не будем тянуть время а наконец начнем новую рубрику поехали а начнем мы первый выпуск с диакам так как тут все стабильно и хорошо диакамы все еще продолжают выводить самцов хотя их количество заметно сократилось но не переживайте гомергат жив так как появляются и рабочие а самцов они вывели реально много на вскидку порядка 300 особей а может быть и больше число рабочих растет хотя и количество коконов не очень большое питаются они также туркменскими тараканами фруктами и сахарным сиропом почти две камеры забиты вскрытыми коконами если так пойдет дальше буду их переселять формикарий москва дальше на очереди у нас жнецы после открытия этажа они перенесли почти весь расплод на третий этаж развиваются они также неплохо как вы видите особо декорировать арену я не стал пускай остается песочек структуры пару раз в неделю получают по тараканчику и раз в неделю я даю им фрукты в основном груши и дыни они их любят больше всего вот наконец и любимые многими желтые симпатяги флаусы как вы помните они заехали в формикарий каблучок развитие идет своим чередом пока колония очень неохотно выбирается на арену и чаще всего это делает она ночью что и логично это же подземный вид и им комфортнее и спокойнее ползать в полной темноте у флаусов достаточно много расплода в общем попивают они сахарный сироп и едят тараканов следим за развитием как же поживают альбаспарсусы да тоже проблем с ними нет целые кучи расплода много новых муравьев что может быть лучше скором времени откроем им второй этаж они живут формикарий сталинка 2.0 с увлаждением на ногубки я перебарщиваю и лью по полной это приводит к намоканию акриловых пластин ну и как следствие болтов которые подкрасили мне гнездо ржавчиной поэтому не перебарщивайте с увлажнением хотя это никак не сказывается на муравьях чисто эстетика бегунки заселились формикарий каблучок и те два пакета яиц превратились целую кучу личинок ну и уже видны первые горочки песка в гнезде а это значит личинки начали плести коконы муравьи отлично едят едят они тараканов пьют сироп выходят на арену они пока не очень часто хотя и температура у них около 30 градусов будем ждать первых коконов и наблюдать за этими необычными скороходами у других компонатусов все не так уж здорово чтобы поддержать бедолаг мне прислали еще одну партию рабочих и солдат это осиротевшая семья ароматных муравьев осталось без матки и была любезно отправлена мне одной замечательной подписчицей к сожалению все эти подселения пока не сдвинули с мертвой точки развития с последней партии пришла и одна личинка которая также не развивается яйца хоть и появляются но в стадию личинок не переходит прошла серия гибели погиб солдат и несколько рабочих кстати солдат при надавливании на него пинцетом стал очень сильно пахнуть запах сильный но приятный и напоминает что-то типа запаха лаванды с легкими нотками нитрокраски колония получает сироп мух комаров и тараканов но не могу сказать что все это она ест моментально поклюют чуть-чуть и на этом все также они любят кушать комаров если есть рецепт как поднять эту колонию пишите в комментариях хотя я уже склонен полагать что причина в самой матки которая несет неправильные яйца огненные муравьи успешно заселились в землю к сожалению видео заселением получила страйк за превью на нем был вставлен солдат гиминаты у которой нашелся хозяин в общем в дальнейшем постараюсь избегать таких ошибок это видео будет залито в контакт наши муравьи активно питаются по-прежнему держит расплод в гипсе антипобег на горизонтальной поверхности это просто чудо они его не грызут они ничего ему не могут сделать и они соскальзывают на вертикальной поверхности они отгрызли часть антипобега но вот горизонтальная все окей сейчас пока лето они получают тлю и другую различную живность винаторы к сожалению остались втроем после кормления сверчками погибло два муравья опытные заводчики не советуют кормить сверчками так как они часто являются переносчиками различных болезней которые не переносятся этими бульдогами мира муравьев что касается расплода то возможно из-за внутренних разборок и неурядиц количество яиц постоянно скачет то 12 то 6 то 10 и вот сейчас яиц около 6 и пока ни одной личинки без еды они не остаются более чем на сутки больше всего им по вкусу туркмены комаров и мух они едят столько поскольку подождем личинок ребята фрин получил небольшую травму я вроде все надежно приклеил все предусмотрел но вот кокос и при неудачном наклоне террариума кокосом ему отдавила часть уса теперь ус у него только один но волноваться не стоит пару линик и все отрастет как и было ждем шестую линьку кормим тараканами на сегодня это все новости надеюсь эта рубрика на канале вам понравилось если да то обязательно поставьте лайк всем до скорого пишите что вы думаете про такие новости и всем пока